Это не постановочная сцена, обычный рейд на вокзале. Такое здесь проводится каждые три месяца, отлавливают нелегалов. За день задержано около 60 человек. Многие из них будут отправлены на родину по решению суда. Кто-то заплатит штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Все происходит так. Сотрудники УФМС в красных жилетках и сотрудники транспортной полиции в штатском прочесывают территорию вокзала. Если нет регистрации и разрешения на работу у иностранных граждан, их задерживают. Не секрет, что данные лица зачастую приезжают на территорию Российской Федерации, не имея определенной цели, не имея определенного объекта, где они будут работать. Хотя Россия является большой приманкой для граждан ближнего зарубежья, так как у них существует мнение, что здесь можно легко заработать довольно-таки большие деньги. И когда они сталкиваются с нашей действительностью, зачастую оказывается, что они вынуждены находиться на территории России на нелегальном положении, добывать какой-то свой кусок хлеба, а это в свою очередь выливается зачастую в совершение каких-то противоправных действий, как административных правонарушений, так и уголовных. По закону полицейские могут задерживать на срок не более трех часов. За это время сложно установить личность мигранта, если у него нет документов. Поэтому некоторых приходится отпускать. Нет, я заображал этого друга на поездку, и меня поймали. Так, и мы нормально, и отпускали, и все. В операции участвовали сотрудники ОМОНа, но сопротивления нарушителей не оказали. Наказание ждет и тех, кто берет нелегалов на работу на территории вокзала. С этими организациями будет расторгнут договор аренды. Служба безопасности, в том числе и дирекция жильцовых вокзалов, на постоянной основе проводятся мероприятия в ходе криминализации и наведения порядка на железнодорожных вокзалах России. В ходе указанных мероприятий периодически выявляется правонарушение, в том числе нарушение российского законодательства по иммиграционной и иной деятельности. За этот год на пунктах пассажирских перевозок Москвы уже выявлено 520 нарушителей. Из них около 300 пойманы именно на вокзалах.